Молодые, уставшие, но счастливые на черно-белых фотографиях жители села Аибга, те, кто воевал на фронте и работал в тылу. О них еще помнят односельчане. Но чтобы память сохранилась надолго, и появилась эта плита с именами людей, защищавших страну. Установить ее решили сами сельчане. На плите имена родных Ольги Допшинской. Это она искала информацию, обращалась в военкомат и долго вместе с односельчанами вспоминала, кто из какого двора ушел воевать, кто трудился в те годы, обеспечивая фронт продовольствием. Года четыре я начала заниматься этим. Очень хотелось, чтобы помнили, очень хотелось, чтобы запись все-таки где-то осталась, чтобы можно было прийти поклониться. Вот мы сделали такую поклонную гору. Поиски не были легкими. До войны в Аибге жили более 4 тысяч человек, сейчас несколько десятков. И их активность, и их желание увековечить память о тех, кто защищал страну, поистине бесценны. Здесь именно память и, конечно же, желание людей не допустить подобного на территории России. Не допустить той страшной войны, не допустить того хаоса. Аибга – то место, где Россия встречается с Абхазией. Поэтому в праздники участвовали и представители Гагринского района республики. Очень символично. Я думаю, что это послужит хорошим уроком для нас и для наших маленьких, которые идут за нами. Это событие объединило многих – жителей села и военнослужащих, взрослых и детей. Поклонной горой теперь называют все они этот пригорок – место, куда можно прийти и вспомнить о своих близких. На памятной плите 87 фамилий. Впрочем, в годы войны страну защищало гораздо большее число селян. Еще 80 фамилий появятся на второй плите, которая будет установлена здесь же неподалеку. Впрочем, и после этого поиск будет продолжен. Жители Аибги хотят вспомнить абсолютно всех земляков, которые помогли приблизить победу.